Все, что вы говорили до этого, клетки организмов одних взаимодействовали с другими, не соприкасаясь или на расстоянии. Но есть много примеров, когда одна клетка фактически поглощает другую клетку. Получается такой интересный симбиоз, когда клетки одного организма содержатся как бы внутри клеток другого организма. Это явление называется эндосимбиоз. Эндо значит внутри. А тут представлена фотография промеция, которая захватила на клеточные водоросли. Промеция плавает и пользуется питательными веществами, которые водоросли синтезируют в процессе фотосинтеза. Промеция потихоньку, как бы, водоросли даже могут размножаться внутри этой инфизории, а инфизория потихоньку их переваливает. Если их становится, если что много, она на какую-то часу подросла и съедает. Это пример эндосимбиоза, и такие симбиотические организмы называются эндосимбионты. Самый, наверное, удивительный пример, если пойти еще дальше, наверное, даже эндосимбиоза, это пример даже может быть с натяжкой, можно назвать симбиозом, но в условии он интересный. Это пример нового малюста элития, который ест желто-зеленые водоросли, глухие. Вот так выглядит личинка этого малюста. Он сблупляется из лиц, вырастает из такой личинки и ползает по субстрату в поисках желто-зеленых водорослей, которыми он пытается. Как только он находит эти желто-зеленые водоросли, он съедает их очень много и начинает развиваться. Из вот такой невзрачной личинки получается вот такой красивый-красивый малюст. Но что самое удивительное, что он съедает этих зеленых водорослей, переваривает клеточную мембрану, переваривает почти всю, кроме хлоропласта. Мы немножко дальше поговорим, что такое хлоропласты, откуда они взялись, но это некие внутриклеточные органеллы водорослей, которых он съедает. Он съедает какую-то часть клетки, а другую часть клетки этих хлоропластов оставляет в своих клетках и начинает их использовать. И он может использовать эти хлоропласты и фотосинтезировать. Эти хлоропласты продолжают фотосинтезировать и производить питательные вещества для этого моллюска в течение полугода. Видите, даже тело этого моллюска, мантия, похоже немножко на лист. То есть фактически это пример такого моллюска, который берет растительные хлоропласты и использует их для получения энергии. Он в течение полугода может получать энергию от фотосинтезирующих хлоропластов. Это ужасно интересный пример и ужасно красивые существа.